Привет всем! Сегодня 29 августа 2018 года. Время очередного каста. Тема у меня опять навеял ЖЖ, одна из актуальных тем там в топе. Хотя она всплывает периодически, тема не новая, такая стандартная. И это одна из редких тем, которая немножко выводит меня из себя. То есть мне реально трудно сдерживаться, потому что моя обозленная пострадавшая часть хочет позлорадствовать. Головой и опытом я понимаю, что тут, наверное, женщины не во всем виноваты, не за все они отвечают, не все они тут решают. Но эту мысль буквально приходится вот вручную заталкивать в мозг, потому что автоматическая реакция неприятная, даже мне не очень приятная самому. Сюжет следующий. Возможно и фейк, но слушается как вполне правдоподобно. То есть такое может быть. Даже если этот конкретный случай выдуман, то в принципе это вполне вероятно. Некая девушка пишет якобы из туалета, запершись, в ситуации хронического домашнего насилия. Говорит стандартные фразы типа никогда не думала, что будет так, а потом будет сильнее, а потом будет еще сильнее, а потом будет хронически. В общем, не знаю теперь что делать и куда бежать. Я уже не помню там, дети есть или нет, но это неважно. Бывают и такие ситуации и такие. С одной стороны я понимаю, сочувствую и вполне могу представить себе, что кто-то из моих родственниц попал в такую ситуацию. Но точно не могу себе представить, чтобы в эту ситуацию человек попал резко. Вот так не было никогда такого и вот случилось. Скорее могу представить ситуацию, никогда такого не было и вот опять. И вообще на такую ситуацию вспоминается окончание анекдота про гориллу в зоопарке, помните там? А теперь расскажи ему, что у тебя болит голова. У меня остался пунктик по этому поводу. И пунктик относится к последним годам школы. Я заканчивал в классе, где было существенное превышение мальчиков над девочками. Почти в два раза. За последние два года, даже за три года, но особенно за последние два, мальчики на этой почве испытали массу неприятных эффектов на себе. Потому что не знали инструкции, что не надо связываться с ровесницами. Ссылаюсь на эпизод из своего прошлого, давнишнего каста про секс и подростков. И повторюсь здесь для подростков, которые случайно вдруг слушают это. Нельзя связываться с одноклассницами. Ни в коем случае. И для этого есть много причин. Но история не об этом сейчас. У девочек было свое, наверное, какое-то ранжирование мальчиков по степени предпочтения. Нравится-не нравится. Интересен-неинтересен. Красив-некрасив. Привлекателен-непривлекателен. Я даже и не знаю и не уверен, что хочу уже знать, на какой основе они их ранжировали. Знаю, что относились высока. Это я точно знаю. За равных себе не считали. Но мальчики в своей среде ведь довольно хорошо знали друг друга. Для нас не было тайной, там, что, например, этот человек умный, этот начитанный, этот разбирается в музыке, этот математик, этот программист. И среди прочих мальчиков у нас был один подонок. И, в общем, мы все отдавали себе отчет, что это подонок. Конечно, его не называли там каждый день и не обращались к нему, эй, подонок. Но сам факт, что он подонок, в мужской среде это не было тайной. Все это знают, как само собой разумеющееся. Что интересно, он был один из тех немногих, кому стояла очередь. Не очень длинная очередь, но у нас не так много девушек было, чтобы очередь из них выстраивать. Достаточно длинная, чтобы их было больше, чем одна и больше, чем две, которые между собой конкурировали. Подонок вел себя с ними довольно по-скотски. То есть он не боялся там унизить, когда есть такое желание, или пощечины давал, когда нужно это было, по его мнению. И я видел, как девушки рыдали от него буквально вот на виду. Ну, порыдали и возвращались обратно снова. Я, собственно, не знаю точно, какая была глубина отношений у него со своей очередью из нескольких девушек, но очередь была, это точно. И ни от подщечин, ни от публичных унижений, ни от криков она не уменьшалась. Там происходила некоторая ротация, там, скажем, предыдущая выходила на первое место. А первая временно перемещалась в хвост очереди, но все остальное было, как было. Мне один раз даже довелось поговорить с одной из этих девушек из очереди. Когда она в очередной раз пострадала, там порыдала, я так осторожно, намеком спросил, ты, собственно, уверена, что ты с хорошим человеком связалась, что с ним стоит вообще связываться? И я уже не помню деталей, но точно помню, что она выступила защитником. То есть она его начала защищать на словах. Ну, как бы я больше эту тему не поднимал. Хочет человек, пусть будет. Когда я читаю вот эту историю про девушку, которая строчит из туалета, что она боится из него выйти, я очень хорошо представляю себе этого героя на месте того, про кого она сейчас пишет. Он идеально вписывается в эту историю. Вот просто стопроцентно. Я даже вполне допускаю, что речь идет именно конкретно про него. Я даже в это готов поверить. И девушка вполне тянет на ту, кто училась со мной в классе и могла бы, в общем, быть одной из тех, кто был в очереди. И читаю я эти жалобы на домашнее насилие. А я для справки ни кое мрази не антибобист, и более того, автор ролика «Казус Эми». Даю ссылку в углу. Обязательная к просмотру вещь и обязательная к пониманию идея. Но, в общем, не вижу я в этой девушке какую-то случайную жертву, какого-то случайного тирана. М-м. Я видел лично этих девушек. Я с ними лично был знаком. Они ходили за ним косяком, несмотря на все, что он делал и как он себя вел. И по отношению к ним, и по отношению к другим людям. В общем, он их реально привлекал. Он их притягивал. Я не знаю, может быть, они все были из каких-то дисфункциональных семей по-своему. У кого-то своеобразные отношения между родителями, у кого-то заниженная самооценка, у кого-то какая-то разновидность мазохизма, у кого-то гибристофилия. Смотрите в Википедии, что это такое. Но что я точно знаю, что они не были случайными жертвами. Мне немножко жаль, что я не знаю, как у них потом сложилась жизнь. Мне любопытно, у них это прошло с возрастом? И если прошло, то когда? И после чего? После каких событий или потрясений? Писали ли они свои смс из туалета? Любопытно. Но я помню, как они относились к хорошим парням. Как будто это было вчера. Под хорошими я даже не обязательно имею в виду себя. У нас явно были ребята и поинтереснее, и получше меня. И по внешним данным, и по личным качествам. А уж по материальному положению и подавно. Не знаю, есть ли в этом какой-нибудь кармический закон, какая-то обратка, но мне приходится прикладывать осознанное усилие, чтобы в таких ситуациях, при прочтении таких историй, не думать что-нибудь типа и поделом. Может они правда такими родились? И правда в этом нет никакого фейла с их стороны? И правда во всем виноваты какие-нибудь гормоны там, или, не знаю, сбой чего-нибудь? Может. Но от этого переживать все то, что от них пережили, было не легче. Так что я делаю усилия над собой, чтобы испытывать сочувствие к ним. Но в чем я уверен, что на основе их историй и их проблем категорически нельзя вырабатывать никаких законов, политик, регуляций, нормативов. М-м. Категорически нельзя. Это особые люди, и это было видно по ним с очень раннего возраста. Сочувствовать им можно и нужно, но нельзя позволять им диктовать, как жить остальным. Это не те люди, которые должны и могут диктовать. Вот такое небольшое воспоминание из школьных времен. Желаю вам с такими девушками никогда не связываться, чтобы не пришлось попадать в ситуации по типу «казус Эми». Всем спасибо за внимание. Пока и удачи!